Сегодня 8 марта, и сегодняшняя цитата называется «Гордость своим отречением». Я знаю, звучит парадоксально, но это так и есть. И мы обсудим, как это, и почему это является парадоксом. Некоторые люди смогли отказаться от всех видов гордыни и мирских привязанностей. И тем не менее, гордыня все еще влияет на них, потому что они думают «У меня нет материальных привязанностей». Народия Пурана. Сложность заключается в том, что чем больше мы продвигаемся, тем более становимся подвержены гордости при мысли о своем прогрессе. Это интересно по нескольким причинам. Во-первых, как мы уже ранее говорили, если мы прогрессируем, то не думаем о том, что прогрессируем. Но в то же время нам необходимо измерять свой прогресс. Другой момент. Очевидный парадокс, о котором здесь говорится, заключается в следующем. «Человек отказался от всех материальных привязанностей, но нет привязанности к гордости». В этом стихе говорится, человек оставил все материальные привязанности. И выглядит это так, что он отказался от всего. Но как же тогда получилось, что он привязан к гордыне? Эти люди оставили все материальные привязанности. Нет больше привязанности к дому, семье, богатству, успеху, деньгам, к противоположному полу и так далее. Но интересно, что человек, который отрекся, начинает гордиться своим отречением. Что же это значит? Это означает, что человек оставил основы материальной жизни, материального сознания, процветания, секс, успех, и, как здесь говорится, даже славу, все виды гордыни. Но вот еще что интересно. Они понимают, что такое гордыня. Они отказались от нее. Они не прилагают усилий для того, чтобы получить признание. И после этого они думают, «Посмотрите, я не прилагаю никаких усилий для обретения признания». «Только посмотрите, как я велик». Эта цитата объясняет тонкости уловок майи. «Вы отрекаетесь от всего, даже от желания гордиться, и затем начинайте гордиться тем, что отреклись от гордыни». Это очень пагубно, это тяжело искоренить. Этот враг действует из-под тяжка и очень тонко. И как мы вчера говорили, только по милости Кришны мы можем надеяться стать по-настоящему смиренными. Мой опыт таков. По мере того, как вы становитесь все более и более сознающими Кришну, у вас начинает прорастать желание получить вкус смирения. Желание получить признание постепенно станет невкусным. Как испражнение свиньи или ослиная моча. Однажды это произойдет. Но находясь на пути к этому, вы постепенно начнете чувствовать, что почет вас будет интересовать все меньше и меньше. Вы все меньше и меньше будете искать признание вашего духовного роста. Такова слава Бхакти. И хотя великие мудрецы отрекаются от всего, они все же не могут отречься от желания получать прославление или от желания гордиться своими достижениями. Но преданный может. По милости Кришны, преданный может даже отречься от того, чтобы считать себя духовно продвинутым. Он просто чувствует вкус к тому, чтобы быть очень незначительным. Как, например, иметь вкус к тому, чтобы стать травинкой. Это уникальная черта, присущая только Бхактам. Никто другой не может этого ощутить. В этом стихе говорится о садху, духовных людях, имперсоналистах, йогах, карма-йогах и тому подобное. Но Бхакты особенные. Они получают от своего служения Кришне такой вкус, что уже больше не желают так называемого наслаждения, получать прославление. Разве это не удивительно? Бхакти настолько могущественно. Даже мы можем достичь такого положения, хотя мы не очень духовно развиты. Но и мы можем это достичь. А эти великие мудрецы не могут. И это определенно милость Махапрабху. Субтитры создавал DimaTorzok That's Mahaprabhu's mercy. Definitely. Субтитры создавал DimaTorzok